Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы «Шмот». Всем известна история о том, как мать Моше спасла своего ребенка и не дала свершиться приговору фараона. Владыка Египта, дорогие друзья, повелел каждого новорожденного еврейского мальчика бросать в Нил. А мать Моше, спасая его, положила младенца в корзинку, которую поставила в камышах на берегу реки. И когда дочь фараона отправилась купаться, она обнаружила, дорогие друзья, плачущего младенца. Взяв Моше к себе во дворец, она вырастила его. В этой истории есть много вопросов. Например, где именно был оставлен младенец Моше? В Торе написано «И поставила в камышах у берега Нила шмот 2.3». То есть ларец Моше был оставлен на берегу Нила, а не пущен по течению. Несколькими стихами ниже мы читаем. Дочь фараона нарекла найденного ребенка имени Моше вытащенный, потому что из воды я вытащила его. Там же шмот 2.10. Нужно четко понимать, что Тора – это чертеж Всевышнего, соответственно которому выполнено наше творение. И каждая деталь Торы чрезвычайно важна. Надо также отметить, что хорошая биографическая книга, дорогие друзья, а Тора такой является, начинается всегда с описания дома и людей, которые окружают главного героя. Прежде чем Тора знакомить с каждым из великих людей, она представляет его родословную, чтобы мы знали, кем был его отец, дед и прадед. Перед рассказом о рождении Ноаха, например, мы знакомимся с десятью предыдущими поколениями, начиная с Адама и узнаем, что Ноах родился в доме Лемаха. Прежде чем рассказать о рождении нашего праотца Авраама, Тора перечисляет, опять же, десять предшествующих поколений. И мы узнаем, что Аврагам был сыном Терах. Таким же образом, в конце свитка «Рут» описывается порядок поколений, предшествовавших царю Давида. Боаз породил Аведу, Авед породил Ишая, и Ишай породил Давида. «Рут 4, 21-22 стиха». Все для того, чтобы мы знали, в какой области, с какими людьми, вырос первый царь Иудей. Однако Тора для этой цели выбирает самый простой стиль в нашем случае, который не встречается в других описаниях. «И пошел муж из дома Леви, и взял дочь Леви, шмот 2.1». «Да, муж, дочь Леви». Как будто эти мужчины и женщины не имеют имен. И это удивительно, дорогие друзья. Зачем скрывать родителей Маше? Я думаю, что Тора хочет научить нас важным вещам. Совсем не обязательно быть Амрамом и Яхэвой, чтобы родить Маше Робейну. Даже просто муж и просто дочь Леви могут стать проводниками до такой великой души, при условии, что они совершат необычный поступок, а к преданности, за который им будет дано такое вознаграждение. Не нужно быть большим человеком, дорогие друзья. Главное совершить большое дело, превосходящее естественный ход вещей, чтобы удостоиться такого вознаграждения. И каждый человек способен совершить такой поступок, дорогие друзья. Самая большая награда, которую Всевышний дает человеку, совершившему такой поступок, это ребенок, который осветит мир его учения. Наши мудрецы рассказывают о самоотверженных действиях Амрама, Йохэвит из шифры, которая была акушеркой, а слово Мешаперет. Она улучшает, потому что своей заботой и уходом она благотворно воздействовала на новорожденного. Однажды фараон позвал ее к себе, отдал приказ об убийстве всех младенцев. Он стремился остановить рождаемость нашего народа и всячески ужесточал условия жизни и рабского труда народа Израиля. Но к своему удивлению увидел он, что чем больше они его притесняли, тем больше он умножался и распространялся. Шмот 1.12. Поэтому фараон вызвал еврейских акушерок и призвал их, принимая роды у еврейских женщин. «Смотрите, если это будет сын, умертвите его, а если дочь, то пусть живет». Шмот 1.16. Акушерки не могли открыто возразить тирану, но на деле они не исполняли его приказ. Вместо того, чтобы, не дай бог, убивать детей, они снабжали матерей и новорожденных едой, питьем и всем необходимым, чтобы облегчить их страдания. Вторая история об Амраме. После того, как фараон увидел, что не может доверять акушеркам, он приказал своим солдатам исполнять приказ об окончательном решении, так сказать, еврейского вопроса. «Врываться в еврейские дома, забирать новорожденных мальчиков и бросать их в воды Нила». Пораженный жесткостью правителя Египта, Амрам решил отдалиться от своей жены Йохевет. Он сказал, сейчас не время заводить детей. И поскольку он был главой поколения, и все евреи учились у него, то все мужчины расстались со своими женами. Его пятилетная дочь Мирьям не была согласна с таким решением отца и сказала, что он поступает даже хуже, чем фараон. Царь Египта приговорил к смерти только мальчиков, а из-за того, что сделал Амрам, и девочки не родятся. И вот тут произошла удивительная вещь, дорогие друзья. Вместо того, чтобы заставить ее замолчать, мало, так сказать, осуждать отца, возвращается к своим куклам и играйся. Амрам признал правоту дочери, устыдился и вернулся к Йохеве. А когда родители совершают невероятные по самоотверженности действия, Всевышний посылает им самую большую награду, которая только может быть ребенка подобного Маше. Дорогие друзья, этого я нам всем и желаю. Браха вацлаха, всего самого хорошего. Шалом, совершайте хорошие поступки. И Всевышний наградит вас.